Десятки объектов проверили местные пожарные после трагедии в Кемерове. Устранят ли нарушения предприниматели, расскажет Ирина Чупина. Банда, убившая и ограбившая армавирских коммерсантов, оказалась на скамье подсудимых. Об этом расскажет Юлия Чернышева. По поручению губернатора Краснодарского края на Кубани необходимо осуществить проверки торгово-развлекательных центров. Об этом было заявлено на совещании, проведенном Вениамином Кондратьевым с правоохранителями и главами районов после трагедии в Кемерово. Страшный пожар в торговом центре унес десятки жизней, большинство погибших – дети. По некоторым данным, в здании были закрыты эвакуационные выходы. Случившееся должно стать уроком и для Краснодарского края, отметил губернатор. «Жизнь намного важнее любых экономических дивидендов, тем более жизнь ребенка. Наши дети ходят в те же самые или в такие же торговые развлекательные центры. Правильно президент сказал? Равнодушие на части, халатность, разгидяйство – это причина того, что произошло. Вот наших коллег, видите, слишком дорогая цена. Слишком дорогая цена». Прокуратурой Армавира совместно с сотрудниками Госпожнадзора были проведены обследования объектов с массовым пребыванием людей. В первую очередь это торгово-развлекательные центры. Также проверки прошли в спортивных школах, детских и спортцентрах, вокзалах, больницах и гипермаркетах города. «Основное количество нарушений, допускаемых не только в торгово-развлекательных центрах, но и в торговых центрах, на объектах с массовым пребыванием людей, это те нарушения, которые остаются без внимания самих должностных лиц. В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за пожарную безопасность несет прежде всего руководитель. Либо руководитель может назначить ответственное лицо. Данное ответственное лицо должно проходить обучение по пожарно-техническому минимуму». Загромождение путей эвакуации и выходов, неработающая пожарная сигнализация и система оповещения. Эти нарушения являются основными среди выявленных специалистами проблем. В настоящее время прокуратурой города принимаются решения по принятию мер в отношении предпринимателей, проигнорировавших требования пожарной безопасности. «Сейчас нам установлен срок до конца апреля провести проверки на других объектах с массовым пребыванием людей. Но здесь мы будем проводить не как специалисты, привлекаемые органы прокуратуры, а как сами сотрудники пожарного надзора с принятием соответствующих мер и установлением определенных сроков для устранения данных нарушений». Отмечу, что за прошедшую неделю проверка проведена в 25 объектах нашего города, из них в 21 выявлены нарушения. До конца апреля на соответствие нормам пожарной безопасности в Армавире планируется проверить еще 50 мест массового пребывания людей. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Армавирская ОПГ предстанет перед судом по обвинению в бандитизме, разбойном нападении, убийстве двух человек и других преступлениях. Это они спланировали, расстреляли и ограбили двоих местных коммерсантов в марте прошлого года в лифте многоэтажки под окнами местного отдела полиции. К слову, в составе банды был и бывший правоохранитель. Сумма похищенных денежных средств превысила 10 миллионов рублей. Следственным отделом по городу Армавиру Следственного комитета России по краю завершено расследование уголовного дела в отношении четырех членов преступной группы в возрасте от 30 до 38 лет. Как удалось установить личность каждого из преступников и раскрыть дело, рассказал руководитель Следственного отдела по городу Армавиру Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Максим Переверзев. В ходе следствия было достоверно установлено о том, что на территории города Армавира более чем за три месяца до этого сформировалась устойчивая преступная группа, а именно банда, которая была вооружена огнестрельным оружием, другими предметами для совершения преступления. Члены этой банды соорганизовались в устойчивую группу, распределили между собой преступные роли. Данные лица были задержаны за пределами территории города Армавира, в других муниципальных образованиях. Пока мы устанавливали их личности, им удалось сокрыть орудие преступления, пистолет, который они разобрали, выкинули в один из водоемов Краснодарского края, сожгли одежду. Однако, благодаря помощи наших специалистов Кубань-Спаса, а именно водолазов, был проведен осмотр места происшествия, с их участием осмотрен данный водоем и извлечены части этого огнестрельного оружия, по которому в дальнейшем судебно-баллистическая экспертиза определила, что это огнестрельное оружие. После проведенных данных первоначальных следственных действий началась рутинная работа по выяснению обстоятельств соорганизации данной преступной группировки. Было установлено о том, что данные лица между собой знали друг друга, они создали устойчивую вооруженную банду, в результате чего достигли конспирации, при которой они не переговаривались по телефону между собой, обстоятельства и подготовку, совершение преступления они обговаривали при личных встречах на определенных адресах, знали после этого, куда они выдвинутся и где распределят добычу, а именно похищенные миллионы денежных средств потерпевших. Все это было доказано. Также было выяснено, что один из участников группы совместно со своей бывшей супругой находились после совершения преступления в одной из гостиниц города Армавира, где на широкую ногу тратили похищенные денежные средства, приобретая дорогостоящие спиртные напитки, приобретая мобильные телефоны дорогостоящие различных современных марок. Все это было обнаружено, изъято. Ранее один из участников был судим. Один из участников являлся полицейским в отставке. Банда в полном составе сейчас за решеткой. Они дожидаются суда. Приговор вынесет Краснодарский краевой суд. Каждому грозит пожизненное заключение. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Пути безработного неисповедимы и порой приводят на ярмарку вакансий. В городском дворце культуры встретились армавирские работодатели и соискатели, к услугам ищущих постоянный заработок частные и муниципальные предприятия. Содействие в трудоустройстве оказывал Центр занятости населения. Посетителям на месте рассказали об условиях работы, уровне оплаты труда, об имеющихся вакансиях в городе и крае, перспективах развития предприятий, помогли заполнить анкеты и резюме. Мы очень активно сейчас внедряем электронный документ оборот. И более тысячи работодателей сейчас работают с Центром занятости в интерактивном, так сказать, портале. Когда можно в течение одной минуты получить от нас всю необходимую информацию, познакомиться с базой претендентов на ту или иную вакансию, или же наоборот, люди, которые заполняют резюме, могут посмотреть, кто же интересуется их профессией. То есть, вот казалось бы, ярмарка вакансий должна уйти как бы на второй план. Сейчас можно в электронном виде все очень быстро получить. Но, однако, все равно живое общение, живая возможность очень быстро пообщаться и получить информацию на ярмарке, оно пока актуально довольно-таки. Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест состоялась в рамках краевой акции «Планета ресурсов». Почти полсотни организаций работодателей искали около 500 новых сотрудников. По традиции, большинство вакансий из сферы промышленности. Скажите, вы что-то нашли здесь для себя, что сегодня искали? Ну, себе не нашла, мужа нашла. Что нашли? Работу водителя. А оплата достойная? Ну, пишут 15 тысяч. Заявку оставили, а там кандидатуру рассмотрят и сказали подойти. А давно работу муж ищет? Нет, недавно. Что ищете, какую именно вакансию вас интересует? Ну, так она, миск можно. Давно ищете работу? Да. В Армавире найти не получается? Пригласили на ярмарку вакансий и армавирских школьников, чтобы помочь им определиться с выбором будущей профессии, как услугам 13 учебных заведений города. В свою очередь выпускникам вузов училищ предложили на выбор вакансий, где не требуется опыт работы. А нынешним студентам поведали о свободных рабочих местах, на которые они могут быть приняты в свободное от учебы время. Юлия Чернышева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. В памяти исследователей космоса посвящается. 12 апреля, в День авиации и космонавтики, армавирским студентам рассказали об истоках праздника и его героях. Беседа предстояла интересная и разноплановая, вели ее специально приглашенные гости, в числе которых летчик-испытатель, историк и член Совета ветеранов Армавира. Сначала ребята посмотрели небольшой фильм о первом человеке в космосе Юрии Гагарине. После участников мероприятия приветствовал организатор, директор Центра молодежной политики Кирилл Рачковский. Я призываю вас сегодня, помните об этих достижениях, помните об этих важных событиях. И тогда мы будем с вами истинными патриотами. От нас требуется малость, помните. И это нам многого даст на будущее. Путешествие Гагарина длилось всего 100 минут, которые навсегда вошли в историю и превратили первого человека, своими глазами увидевшего околоземное космическое пространство в настоящую легенду. Весь мир праздновал это достижение, празднует и сейчас. Как в Советском Союзе гордились успехами отечественной космонавтики. И что это значило для поколения тех лет, рассказал заместитель председателя Совета ветеранов Армавира Сергей Криволапов. К нам очень часто приезжал наш земляк, который родился в Венце Заря. Но здесь и родственники жили, и он считал Армавир 2-й своего родина Виктор Васильевич Копадков. И вот он нам рассказывал, что такое действительно полет в космос. Многое из того, что он рассказывал, конечно, он часто нас предупреждал. Ребята, об этом не надо говорить. Вот нас интересовало, а вот что-нибудь необычное встречается в космосе? Какие-то лица, какие-то там неопознанные летающие. Он говорит, ну не надо об этом говорить. У нас тоже есть свои тайны. А вот как исторически образовался праздник, День космонавтики, студентам поведал историк Андрей Панарин. Особо привлекло внимание студентов выступление летчика-испытателя первого класса Алексея Фокина. Он рассказал о своих полетах и поделился самыми яркими впечатлениями о работе, или, можно сказать, призвании. Юлия Чернышова, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Первенство Южного федерального округа по самбо состоялось в Армавире. В нем приняли участие около 400 спортсменов из 8 субъектов Российской Федерации. Возраст участников до 15 лет. Они являются отборочными к первенству России. Четверка отбирается на Россию. А первые номера отбираются на международный турнир «Победа», в котором принимают участие сборные команды федеральных округов, города-герои Советского Союза и города воинской славы. Это мероприятие, турнир «Победа» международный, он проходит под личным патронтажем президента Российской Федерации ежегодно. Праздник огромный. И он проходит в Санкт-Петербурге. С каждым годом расширяется география соревнований и увеличивается количество участников, отметили организаторы. Кстати, в новом спортивном комплексе, построенном в поселке Заветный, это первое мероприятие такого масштаба. Мы здесь уже проводили тренировочные мероприятия Южного федерального округа, на которые тоже съехалось более 250 спортсменов. И Адыгея, и Ставропольский край, Карачаево-Черкезия, Осетия, Астраханская, Волгоградская. То есть все с удовольствием приехали, все были очень довольны. Массовый такой сбор прошел, пятидневный. В новом спорткомплексе, которое является дополнительным зданием школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо, уже занимается около 130 ребят. Еще три зала по подготовке спортсменов работают в Армавире. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира.